Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал и сегодня моя и ваша любимая рубрика закупка продуктов. Я не люблю каждый день по каждой мелочи спускаться вниз в магазин, это занимает очень много времени. Конечно, бывают моменты, когда действительно чего-то нет в холодильнике, но по возможности я стараюсь все закупать и в ближайшее время постоянно не спускаться вниз. Так мы и сделаем и сегодня. Хотя мы закупаемся уже в течение двух дней и кое-что мы уже купили. Итак, вам по секрету расскажу, что сегодня будет не только просто продукты, а еще кое-что из текстиля. Короче, чуть позже вам все это дело покажу. Не знаю, как вы, но я вижу впервые такие лейсы упаковки точь-в-точь, как у Pringles. Они прямо слезали все, упаковку, вкусы и так далее. Но очень хочется попробовать, потому что и лейс я очень люблю, и Pringles обожаю. Посмотрим, как у лейс получится скопировать Pringles. Здесь еще мои любимые соусы. Раньше я вообще никогда, знаете, особо соусы не использовала, но теперь не могу жить без них. Кстати, в Браво еще есть вот такие кружечки, которые я покупала. Очень сильно меня разочаровала моя кружка. Она в ужасном сейчас состоянии. Грязь не отмывается. В общем, не советую. Хотя этот цвет просто таки манит меня, говорит, купи-купи, но покупать я не буду. А такое вот средство от Nivea у меня уже было. Makeup Expert розовая вода. Очень хорошо смывала макияж. Мне прям понравилось. 5 из 5. Что не могу сказать про вот такую вот штуку. Крем-гель для умывания от Nivea. После него такое странное ощущение жирности на лице. И не советую. Сразу взяла, не думая, два лака от Прелесть. Самой сильной фиксации, как я люблю. Дальше наткнулась здесь на блокнотики. Решила один взять. Но, вы знаете, выбор был очень сложный, потому что все они были зафольгированы, запакованы. Я не могла посмотреть, насколько ярко выражены здесь клетки или полоски. Я, если честно, не люблю, когда очень темные клетки. Мне становится как-то некомфортно. Не могу описать, почему. Но я не люблю подобный формат. Но все равно взяла. Часто от блогеров слышала про вот такую вот штуку для увлажнения губ. Но брать не стала, потому что у меня очень много разных аналогов. А еще, посмотрите, какой огромный Милка. MMM Max. И, кстати, он стоит очень дорого. 8, даже 9 монат. По мне, это очень дорого для шоколадки. Но смотря какая шоколадка. Это просто огромный. Это просто презент. А вот этот вот пирог, кстати, в доме. В доме, я хотела сказать. В супермаркете около моего дома стоит намного-много дороже, чем здесь. Поэтому цены здесь радуют, конечно. Но не на все, естественно. Но все равно. Здесь оливки в таком формате. Не знаю, насколько долго они будут храниться. А еще лаваш. Как раз-таки такой я всегда хотела. Когда мы готовим шаурму, мне кажется, идеальный вариант лаваша это именно вот этот. Много сухофруктов здесь. Прям вот выбор огромный. Здесь вот хурма. Все так запаковано. На всем стоит цена. Очень удобно на самом деле. Вот взял и пошел. Кто любит сухофрукты, вам на заметку. Итак, первое, что вам покажу и, можно сказать, главное приобретение, это вот такой вот чехол для нашего углового дивана на кухню. Он у нас супер ободранный. Я специально никогда не снимала эту часть, так скажем, кухни, чтобы вы не видели эту всю красоту. Чтобы не вызывать у вас шок, так скажем. Мы отремонтировать этот диван хотим достаточно давно и вызывали несколько мастеров. И каждый из которых нам говорил цену, начиная от 20 тысяч. Но проблема в том, что такой диван новенький можно купить за 25 тысяч. Поэтому мы думали, стоит ли это делать или нет. Стоит ли растрачиваться. Я уж вчера маме говорю, что хотя бы купим чехол на первое время. А потом выбросим, купим что-то новенькое. В общем, этот диван, он у нас еще был в России. Мы его привозили. Такой вот классный чехол, аккуратный. И стоил он всего 60 монат. Так, на минуточку мы купили чехол, я имею в виду. Стоит всего 60 монат. Учитывая, сколько здесь использовано ткани, сколько здесь работы. Ну, скорее всего, это не ручная работа, но все же. В общем, мне очень нравится. Я довольна приобретением. И, наконец-то, у нас на кухне не будет этого позорного ободранного дивана. Плюс еще этот цвет немножко камера искажает. Он намного темнее, чем вам кажется. Здесь просто происходит светокоррекция. Вот. Сейчас вот точно правильно показывает вам цвет. Цвет точно-точно такой же цвет у нас как раз-таки кухня. Точнее, низ нашей кухни. Поэтому все сочетается, все просто бомба. Я счастлива. Да, и еще за диваном вместе шли вот такие вот штуки, которые мы даже не использовали. Они специально для краев. Их вот так вот засовывайте, чтобы чехол никуда не двигался. Но у нас и так, и так все держится. Поэтому мы решили обойтись без них. Если вы постоянно смотрите мои влоги, то вы наверняка уже видели шапку наподобие. Тоже черная. Тоже вот что-то здесь с блестючками какими-то, но не с бусинками. В общем, мама купила себе шапку. Сейчас как раз скидки. Она решила взять еще и такую. Но они очень похожи между собой. Но это уже другая. И она новая. Купили мы ее сегодня. Очень красиво смотрится. Могу сейчас примерить и вам показать. Вот так вот она смотрится на голове. По мне очень даже ничего. У мамы теперь две шапочки. Причем они очень похожи. Почти одно и то же. Но смотрится стильно, классно. Я маме хотела купить, кстати, беретку. Даже выбрала одну. Показала. И она сказала, ты что, сама будешь носить эти беретки, как бабушка? Я хочу что-то более модное. И вот ловите. Я, если честно, и сама не против бы носить эту шапочку. По мне очень даже стильно и красиво смотрится. Носки. Обожаю носки и трусы. К сожалению, трусы показывать не буду. Но носочки с удовольствием вам покажу. Начнем с тех, которые я купила для бабушки. Вот эти вот. Так как она такие яркие не носит, приходится ей покупать в мужском отделе. А вот эти, кстати, я нашла в женском. Вот с таким оленем. Для меня носки это не то, что типа на зиму, чисто летом. Когда, например, дождик, холодная погода, я спокойно могу дома надеть носочки. Мне тепло, хорошо. Я не мерзну. А это самое главное. Это чисто мужские. Я взяла 40-44 размер, чтобы бабушка спокойно могла их носить. Они не очень плотные. И стоят всего 95 копеек. То есть они супер бюджетные. А вот эти, кстати, 2 моната стоят. И еще вот такие вот. Не укороченные они, потому что бабушка укороченные не носит. Сверху еще вот эти пениточки, или как они правильно называются. Дальше перейдем к моим. Красные, теплые. Они прям бомба. Они были на скидке. По-моему, купила что-то за монат. Всего за монат. Пару. Вот. Такая вот картинка заманчивая. Это 36-41. Они хорошо тянутся. Я уже посмотрела, померила. Подходят они мне идеально. А еще я обожаю носки с какими-то такими интересными орнаментами. Я помню один раз папа мне отправил посылку, и там были носочки с коноплей. Я их просто обожаю. Даже храню в том плане, что мне жалко их одевать. То есть настолько интересный орнамент. Вот. Обожаю покупать носки. Посмотрите, какие они красивые. Всегда нужны. Срок годности не имеют. Можно коллекционировать. Вот эти две пары мы взяли чисто для мамы. Там были разные. Я сказала маме, давай возьмем для разнообразия разные. Она сказала, нет, я хочу укороченные. Вот с такой рожицей. Вот такие они. Одинаковые. Размерчик тут, по-моему, стандарт. Это 36-40. Ну, подойдут, я думаю. Они тянутся еще хорошо. Эти тоже я уже мерила. С лимонами. Гляньте, какие красивые. Тоже не очень прям плотные, но носить можно. Классно. Раз носки показала, давайте еще покажу такой топик. Очень большого такого размера. Обычно они стандартные идут. С очки, а это прям большой размер. Правда, на камере кажется, что топик синий. На самом деле, это чисто черный цвет. Хлопок приятный на ощупь. И еще взяли колготочки для мамы. Теплые на зиму. Полотенце кухонное. Точно-точно такое же у нас уже есть. Даже, по-моему, несколько штук. Но мама их просто обожает. Решила взять еще. Я, если честно, больше люблю полотенце без всяких этих орнаментов. Просто однотонные. Какой-то такой, знаете, минимализм. Мне кажется, это как-то аккуратнее и красивее смотрится. Но мама любит вот такое. Вот так как хозяюшка у нас дома. Мама. Она вправе выбирать, что она хочет. Ну, так тоже неплохо, правда. Но почему-то такие орнаменты мне напоминают, не знаю, 2000-е, 2005-е, когда я была где-то в первом классе. Так, начнем все это дело рассматривать. И начнем с овощей. Их мы покупаем всегда на рынке, потому что там дешевле. Вот такие вот помидорки у нас огромные просто. Смотрите, какие наливные вкусные. Дальше здесь зелень. Вы не представляете, вот этот целый пакет мы купили за один монат. Это делает 45 рублей за весь этот пакет. Здесь и шпинат, и разная другая зелень. В общем, все, что надо для вегетарианца и для моего кота Твикс. Он просто офигел, когда увидел этот пакет. Сказал огромное спасибо, тетя Гюля. Переспелая такая вот хурма. Здесь было 5 штук. Одну уже съела бабушка. Бабушка очень любит хурму. И не крепкую, а вот именно такую переспелую. Она очень вкусная. Тоже покупаем на рынке всегда. Дальше здесь картошка. Почему-то она выходит в кадре какая-то зеленая. На самом деле самая обычная желтая картошка. Местного производства, так скажем. Также здесь лук, который я ненавижу. Но мама все равно всегда добавляет в блюдо. Но вы знаете, с каждым днем я как-то привыкаю к присутствию лука в моей жизни. Так что все нормуль. Дальше здесь яблоки. Тоже очень бюджетненько получилось. Зимой они вообще за копейки получаются. Поэтому всегда яблоки берем. Дальше мандарины. Главный фактор, который заставляет меня покупать мандарин. Они должны быть мягкие, чтобы их было удобно раздевать. Если вы тоже так делаете, то пишите в комментариях. И еще здесь лимоны. Это чисто для бабушки. У бабушки высокое давление. И вот всегда, когда у нее поднимается давление, делаем либо чай с лимоном, либо просто выжимаем лимон и даем ей. Ей очень нравится. И давление, естественно, понижается. Дальше здесь напитки. Самая обычная вода. Бунаква. Без газа. Я не люблю с газом. Фьюсти. И подсела просто на него. Это с персиком. Очень мне нравится. И еще здесь вишенка. Я даже не знаю, кто купил. Наверное, мама взяла. Я вообще не люблю с вишней. Можно сказать, даже ненавижу. Он слишком, знаете, такой приторно-сладкий бывает. А я подобное не люблю. Дальше здесь три сока от компании Мой. Фрукты. Мультифрукт. Они, видимо, все мультифрукт. Да. Вот купил, положил в холодильник. Даже можно не в холодильник. Просто в полочку засунул. И все. У тебя в любой момент ты можешь вытащить и попить. Они же так быстро. Срок годности тут у них хорошие. И так быстро они не портятся. Очень удобно получается. Дальше здесь сахар. Взяли вот так. Вот здесь в каждом, по-моему, килограмм. Не чуть больше килограмма. Три, получается, четыре килограмма в общем и целом. Такой вот органайзер. Точнее, даже контейнер для хранения. Один для мамы, другой для меня. Здесь такая очень удобная крышка. Две крышки от каждой одна. Я буду хранить здесь все свои причиндалы для маникюра. Как вы видите, здесь дыно такое глубокое. То есть все здесь поместится. Очень удобно. Просто вот так вот закрыла, зафиксировала это все дело. Вот. Смотрите. Все. Закрыто. А я взяла от компании Bella. Здесь 120 штук. В принципе, у меня не имеет значения, если честно, какой марки. Все они по мне одинаковые. Некоторые там, девчонки говорили, есть бесшовные, есть со швом. Для меня все одно и то же. Потихоньку перемещаемся к бытовой химии. Здесь, значит, у нас порошок Ариэль. Здесь ваниш для белого. Очень хорошо, кстати, очищает белые вещи. У меня вечная проблема. Я покупаю себе что-то белое. В конце эта вещь становится серой. Вот если у вас такая же проблема, используйте ваниш. Очень помогает. Дальше здесь два шампуня от Клэр. Мы всегда берем именно их. Именно вот эти шампуни, кстати, избавили меня от перхоти. Не могу сказать вам наверняка, что это так. Возможно, на это повлияли и какие-то другие факторы. Но, в общем, в целом, мне Клэр нравится. Вот еще такой. Это был мужской, а это уже женский. Две зубные пасты. Один лесной бальзам. Я хотела еще, кстати, купить себе ополаскиватель. Он типа с полезными свойствами. Потом вспомнила, что он мне не помог в прошлый раз. Против кровоточивости десен. Сейчас у меня ситуация окей, можно сказать. Но иногда у меня бывает такая проблема. Но не глобально, так скажем. Локально отбеливающая такая вот паста. Если честно, не особо верю, что она прям отбелит мои зубы. Но так как я в последнее время очень много кофе и чая пью, поэтому я думаю, что не помешает. Попробуем. Если что, вам во влоге расскажу, если мне сильно понравится. Дальше. Я в магазине вам показывала. Я всегда беру прелесть. И именно на четверке самая сильная фиксация. Просто держится железобетонно. Правда, я знаю, что не всем нравятся прям такие, знаете, прям слипшиеся волосы. Но если я беру, например, единичку, то ничего нифига не держится. Поэтому четверочка. Дальше. Огурчики супер маленькие от Безим Тарла. Просто на мукбанках. Самое то, да и вообще в обычной жизни. Посмотрите, какие они маленькие. Мама, конечно, тоже маринует. И очень вкусно. И вы знаете, вкус покупных значительно отличается от того, что делает мама. Не могу сказать, что эти лучше, те хуже. Но в общем и целом могу сказать, что они разные просто. Но мама как бы маринует не такие маленькие, так скажем. А вот и тот кофе, который способствует тому, что мои зубы становятся серые. Ну ничего. Такой заварной, знаете, я не люблю. Хотя мне часто в комментариях пишут, Айка, ты любишь кофе, но никогда не пробовала заварной. Я на самом деле пробовала, но как бы не особо мне он понравился. Дальше здесь масло. Это оливковое. Здесь написано зейтун. И вот такое вот растительное масло. Подсолнечное, как я поняла. Томат самый обычный. Быстро он у нас уходит. И кофе. Якобс. Двигаемся сюда. Туалетная бумага. Святая святых. Я всегда беру очень плотную туалетную бумагу. Очень мягкую. Чуть она стоит чуть-чуть дороже. Но, блин, это так приятно. Для кухни сеточка. Взяла даже две. То есть всегда понадобится, не испортится. Поэтому кладем. И когда понадобится, вынул и используешь. Также здесь салфетки. Их много. Здесь не совсем видно. Вот. Они тоже у нас очень быстро уходят. Я обожаю. Вот чуть что, сразу беру салфетку. Вместо того, чтобы эти руки мыть. Ленивая попа. Дальше сливочное масло. Здесь один килограмм. Оно очень вкусное и полезное. Вот. Стоит намного дороже, конечно, чем обычный маргарин. Или как правильно называется. Но сливочное масло это полезно. Дальше влажные салфетки. Вот такую упаковку я всегда ставлю к себе в прихожую. И каждый раз, когда выхожу из квартиры, обязательно вытираю одной штучкой свою обувь. Очень удобненько получается. Вот что делали наши предки без влажных салфеток, без салфеток, без памперсов и так далее. Дальше два йогурта. Нет, даже три йогурта. И вот один, он вроде как с папайей. Это активия. Решила взять на пробу. Не уверена, что понравится. Обычно такие экзотические вещи я стараюсь обходить стороной. Ой, нет, даже четыре йогурта взяла. Совсем забыла, закинула. Тут, значит, тоже экзотические фрукты. Но еще здесь яблоко и клубничка. Тоже активия. Наверное, новая серия какая-то. Помните, в магазине я вам показала, возможно, вставлю этот кусочек, где я показывала вам новые лейс упаковки. Точь в точь, как Принглс, как будто слезали. Надо тоже попробовать как-нибудь заценить. В этот раз не взяла, но как-нибудь надо взять. Дальше чудо. Вот такой вот творожок. Тоже очень вкусный. Я его люблю. И данон самый обычный. Здесь это вишенка. Натуральный написано. Здесь написано, значит, точно натурально. Кстати, о натуральном мы всегда покупаем деревенские яйца. Стоит одна штука 30 копеек. Либо мы в деревне берем, либо у нас здесь внизу есть один знакомый мужчина, который тоже ездит постоянно в деревню и закупается там деревенскими яйцами. Вот я просто их обожаю. Их миксовать с дошираком и все. Зош. П.П. Дальше. Что касается маминых штучек. Но это не совсем мамины. Это барбарис, который я люблю кушать с гюзе. Лимонная кислота. И вот такие вот звездочки. Это если вы делаете тортик или, например, какие-то классные десерты, будет очень круто украсить такими звездочками. Шоколад. Вы, наверное, подумали, что это какие-то бусинки. Но на самом деле это шоколад из кулинарного магазина. Чем покупать плитки Альпенгольд? Из них делать сладости? Так намного дороже обходится. А вот это очень даже бюджетненько. Что касается кулинарных штучек мамы. Мама взяла вот такие вот насадки для шприца. Когда вы делаете, например, узоры на тортике или какие-то пироженки. Очень круто получается делать именно кремом узоры. Такие вот два. У нас шприц тоже имеется. Дальше вот такой вот шпатель. Этой штукой делят тесто. Так скажем. Вот очень красиво, аккуратненько. Смотрится эстетично со стороны. Телеконовая пленочка. Здесь очень много. Здесь, насколько я знаю, 300 метров. И стоило всего 4 монота 50 копеек. Ну, очень бюджетненько. Взяла себе блокнотик. Кстати, надо открыть и показать вам, что внутри. Хотя сама тоже не видела. Решила взять. Покупала в Браво. Сейчас посмотрим, что внутри. Я очень надеюсь, что там клетки не ярко выражены. И, к сожалению, промо. Ярко выраженные клетки. Вот как раз-таки я этого и боялась. Не люблю вот это вот. Почему нельзя сделать эти клетки чуть побледнее? Ну, почему? Ну, ничего. Использовать я буду. Уж придется. К сожалению, там на витрине не было экземпла, чтобы посмотреть. Там все были открыты. Плюс открытый еще вот такая вот штучка, наклеечка. Ты не можешь открыть и посмотреть, как же там дела обстоят внутри. Ну, ничего страшного. То есть, я потратила копейки. Там 70 копеек он стоил. Так что ничего. Невелика потеря. Ой. Ну, ладно. Ладно. Место ему там. Дальше у нас здесь макароны. Взяли такие огромные. Я думаю, что для Мукбанка будут смотреться интересно. Да и самой хочется попробовать что-то интересное. И еще вот такая вот красота. Это цветные макарошки. Вот эта вот фирма, она офигенная. Просто их легко варить. Они держат форму. И не получается какая-то каша. Если ты вообще ничего не умеешь делать, все равно у тебя получится. Так что верь в себя и пробуй. Гигантские просто такие макароны. Правда, вам на видео кажется, что они небольшого размера. Смотрите, вот у меня палец. Вот эти макароны. Представьте, вы их отварите. Они станут еще больше. Это будет вообще пушка. Дальше. Совсем забыла. Тут не видно, ребята. Это сосиски кезляне. Я их обожаю. Просто любовь. А, нет. Это не кезляне. Ой. Ой. Это мама, наверное, взяла. А я люблю кезляне. А нет. Это кезляне. Ошибаюсь. Ошибаюсь. Вот. Жду, пока они у меня купят рекламу. Потому что я реально их обожаю. Просто обожаю. Бесплатно пиарю. Люблю. Любовь. Дальше здесь мясо. Куриное. Две курицы здесь. Немного печенки. В общем, мясо, как полагается. Рис. Анкара. Это круглый рис, который, кстати, используется, когда готовят суши. Лапша. Лапша. Сразу две упаковки, опять же, от бренда Анкара. Так, смотрю, вроде бы все вам показала. Крахмал не показала. Тоже в приготовлении некоторых блюд маме нужен. И кокосовая стружка. Ну, это прям любовь, конечно. А, совсем забыла упомянуть про морковку. И, конечно же, про свеклу. А еще купили чай зеленый. Гримфилд. Мама в последнее время постоянно пьет зеленый чай. Из того, что он полезный. Он выводит шлаки. И куча в нем всяких полезных свойств. Наршарап. Тоже от Безимит Орла. Офигенный соус, ребят. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Уверена, что вам понравится. Если вам нравится сочетание сладкого и соленого, уверена, что вы останетесь в восторге.